Девушки отдыхают Это развивает, это новые какие-то впечатления Если ты победишь, что ты будешь испытывать? А, я буду испытывать много-много радости Здравствуйте, меня зовут Олеся, я из команды номер 5 Я работаю визажистом и дизайнером причесок Очень интересно получить новый опыт Так как пообещали, что здесь будут нестандартные какие-то ситуации Какие-то съемки именно такие креативные Это именно то, что я люблю и хочу попробовать Здравствуйте, меня зовут Мария Мохт, я из пятой команды Хорошо, расскажите ваши впечатления от вашей команды Очень интересная команда, очень интересная модель Визажисты, видно, что профессионалы Меня зовут Ирма Петрова С какой вы командой? Команда номер 5 Отлично, Ирма, расскажите немного о себе Ну, 6 лет профессионально занимаюсь фотографией Перед этим где-то года 2 это было в качестве хобби Девочки, мне кажется, талантливые Ну, на первый взгляд я их еще так хорошо не знаю Мне нравится, что нет никаких-никаких исторических острых моментов Мы сработаем Привет, меня зовут Ольга Цибенко Я стилист-визажист Работаю в этой сфере уже 11 лет С какой вы командой? Я из команды номер 6 Хорошо, расскажите немножко о себе, как вы попали в мир визажа Как стали визажистами? Ой, это на самом деле мое призвание У меня случайно получилось так, что я стала работать в этой сфере Но я в восторге от своей работы, но мне очень нравится, я бы не хотела ее менять Я просто люблю творческие проекты Я понимаю, что в принципе обыденная рутинная работа, она периодически надоедает И что-то новое, какой-то взрыв, какой-то набор новых впечатлений всегда пойдет на пользу Здравствуйте, я модель шестой команды, меня зовут Ифия Савича, мне 14 лет Я учусь в трех школах, это образовательная, музыкальная и модельная Мое хобби я занимаюсь футболом Ну, я с девочками не очень дружу, я дружу только с мальчиками И из-за этого они называют меня пацанкой Ну, я хочу доказать им, что такие, как я, тоже могут быть моделью Мне 26 лет, работаю вообще в крюинговой компании Фотография для меня это хобби, увлечение, которое приносит массу положительных эмоций, положительной энергии Увлекаюсь этим для своего внутреннего мира Меня зовут Ксения Воронцова, я молодой одесский дизайнер, работаю уже 4 года У меня свое ателье в центре Одессы, маленькое, конечно, но вот развиваемся Расскажите, пожалуйста, почему вы решили участвовать в правительстве? Ну, потому что меня пригласило это модельное агентство Мне очень нравятся их работы, мне нравится, как они развивают своих моделей И я вижу, что они вытягивают таланты, вытягивают из них такое творчество нереальное И мне, конечно, хочется попробовать Мне очень понравилась девочка-модель, ей 14 лет, она очень милая На самом деле я даже испугалась в какой-то момент, что она маленькая и не сможет проявить себя достаточно Но потом мне показали ее фотографии, и я была удивлена, поэтому я ожидаю чего-то нереального Если я одержу победу, то я, наверное, открою шоу-рум побольше Здравствуйте, меня зовут Елизавета Богачева, я фотограф из седьмой команды Основное мое увлечение – это искусство, оно уже делится на некоторые градации Я танцую, я также художник и закончила художественную школу Я из седьмой команды, зовут меня Лященко Арина, учусь в Каролине-Бугасской школе У меня очень красивая девушка, как я уже говорила, она высокая, стройная, у нее очень ярко выраженные черты лица А сегодня, когда мы пообщались, она показала мне очень большой спектр эмоций, что очень важно для модели А в глазах у нее прям горит огонек живости, что вообще очень необходимо для профессиональной модели Здравствуйте, меня зовут Марина, я из седьмой команды, я визажист-стилист Расскажите немного о седьмой Занимаю своей профессией недолго, где-то полтора года Она мне очень нравится Влюбилась в нее, наверное, после фотосессии Когда меня пригласили на съемку, и тогда с меня сделали Мерлин Монро Да, и, между прочим, очень даже похоже было Мне очень понравилась моя команда, очень приятные люди, общительные Хорошо, скажите, пожалуйста, на что вы готовы ради победы? На все Мы поздравляем шестую команду, желаю вам победы и даем им первое задание Считайте В пещере рукотворной томится стрекоза И смерти ждет Спасите, окрабив водой благородной Задание непростое ждет Супер, мне нравится Надо пересмыслить Отлично, мы справимся Как вы думаете, что вы сделаете? Ну, я так понимаю, локация пещера, да? А поскольку вода благородная Интересно, что значит благородная вода? Бассейн, у меня это будет бассейн Посмотрим Может быть, что-то на яхте Может, огонь будет, если это пещера, там же темень Огонь и вода Может быть, стихии Огонь, вода и воздух То есть мы сделали красивую модель, а потом ее облили водой, она стала такая еще и мокрая Она будет взаимодействовать с водой и огнем Да У кого-то есть идеи? Акропик стрекозный Это точно должен быть смокио Ассоциация с кащеем, с пещерой, с мертвой русалкой, с золотом, что-то такое, знаете, сказочно-богемный такой образ Но в пещере огонь будет очень смотреться эстетично, потому что он будет отражаться Поэтому я считаю, что это будет огонь Хотя, с другой стороны, если мы снимаем в катакомбах, то это может быть и морская вода Ой, наверное, нам надо обсудить еще будет о том, что мы будем применять Потому что хочется, да, выделиться Хочется, чтобы мы показали всю свою креативность, как бы Я думаю, что мы придумаем Еще мы не будем раскрывать своих идей Пока мы еще просто их даже не имеем Либо топим, либо шум Смотри, девочка Вы знаете, я просто удивлена этим заданием Оно, как для меня, очень сложное Здесь и вода, и огонь, и пещера Что люди имеют в виду, вообще непонятно Но мы справимся, безусловно Потому что у нас очень сильная команда, очень красивая модель И мы будем стараться Я думаю, что это безумно интересно А потому что это направлено еще на работу мозга На работу мозга и на фантазию Это для творческого человека самое главное и самое важное Я даже не знаю, да, это что-то невероятное Надо сделать Пещеры, стрекозы, вода Ну, я думаю, что мы что-то придумаем С нашей здоровой психикой Я думаю, мы справимся с этим заданием И на следующей передаче мы покажем наши результаты Мне нравится то, что я вижу Мне нравится команда Мне нравится даже сама подача задания, которое мы получили Оно описано настолько абстрактно, что можно его абсолютно по-разному трактовать И каждая команда, соперник, получивший это задание По-любому проявит себя очень индивидуально И будет хороший результат Мне кажется, что это немножко сложно, как-то замысловато Для меня лично нет, но я думаю, это как раз и проявит индивидуальность в выполнении Пообщавшись с участниками проекта, раздавим задания Остается только ждать следующего выпуска на Одесса Fashion Channel телепроекта Make Me A Model До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok